А теперь о братьях наших меньших, когда собака не просто друг, а полноценный напарник и тот, с кем встречаешь старость. На этой неделе свой профессиональный праздник отмечали хвостатые ветераны. Это собаки, которые полноценно работали в полиции, управлении Федеральной службы исполнения наказания и таможни. Их стаж в среднем 8 лет. Все это время они выполняют служебные задачи. В основном занимаются поиском людей, взрывчатых веществ и наркотиков. Это во время выездов. В остальное время они тренируются и проходят дрессировку. В общем, свободного времени у них практически нет, разве что на пенсии. Как складывается судьба служебных собак на заслуженном отдыхе, расскажем в нашем сюжете. КОНЕЦ Девочка, хотя по собачьим меркам, скорее пенсионерка. На заслуженный отдых Малинуа по имени Чинзана вышла не так давно, но по-прежнему держит нос по ветру. Не из любопытства, а по долгу службы. 8 лет проработала в полиции, проводила обыски, искала опасные вещества, патрулировала улицы. И ее прежняя напарница Юлия Николаева на пенсию вышла раньше. Год ждала собаку, с которой работала бок о бок. Теперь отдыхают и тренируются вместе. Конечно, тренировки в любом случае проводить надо, потому что это все-таки собака, животное. Она всю жизнь проходила уроки послушания, тренировку. Соответственно, в любом случае нужно поддерживать, иначе собаки, они знаете ли, как дети, они быстро понимают, что можно сесть на шею. А это Мон Дюбант. По паспорту, по жизни, пса зовут Чаком. Собака вышла на пенсию три года назад и никак не угомонится. Гуляет три раза в день. И 10 тысяч шагов для нее – план минимум в любую погоду. Правда, с мячом уже играет не так резво. Но у Ищейки привычки сохранились постоянно. Что-то вынюхивает. А тут он не привык же, что... Целыми днями дома на диване лежать. И у него была первое время привычка такая, что если патрульная машина проезжает со спецсигналами, он к окну бежит и говорит, возьмите меня с собой. Ну, типа, прям видно, что он прям хочет. И хвостика машет, и лает прям в окно. Типа, хочу поехать. Служебные собаки – полноценные сотрудники полиции. Они участвуют в раскрытии преступлений, поиске пропавших людей, взрывчатых веществ и наркотиков. Они дежурят сутками и выезжают на происшествие незамедлительно. Принято считать, что год жизни пса равен 7 годам человека. Поэтому пенсионный возраст наступает в 8 лет. Но не всегда. Животные могут чувствовать себя молодыми. Решение принимает комиссия. Учитывает здоровье и самочувствие сотрудника. В кинологической службе Сургута служат 24 собаки. Три из них в этом году планируется отправить на заслушанный отдых. А двум, которым уже исполнилось 8 лет, планируется продлить срок службы. Собак, которые уже отработали, стараются отдать в надежные руки действующим кинологам или бывшим напарникам. Никаких выплат животным не полагается. Правда, провожают на заслуженный отдых со всеми почестями. Обычно какой-то красивый фильм снимаем. Там рассказываем про то, что собака сделала за период службы за 8 лет, например. Показываем это в телевизоре, в интернете, везде показываем. В памяти о собаке. И потом у нас же это видео так же остается. Трудно представить полицию без кинологической службы. Только Сургутская за прошлый год выполнила около 2000 выездов и помогла раскрыть 71 правонарушение. Четверолапые достойно трудятся. И, как показывает практика, встречают старость так же. Леона Киамова, Николай Пудин, телекомпания Югра. Специально для программы «Больше чем новости» из Сургута.